С вами программа «Дата» и ее автор и ведущая Ирина Андреева. Здравствуйте! 28 марта исполнилось 150 лет со дня рождения одного из самых известных в мире русских писателей и мыслителей Алексея Максимовича Горького. Правда, в наши дни имя Горького не столь популярно, как в былые времена, и оценки его творчества совсем не такие, как в эпоху соцреализма. Но вот что интересно. Литературный критик и биограф пролетарского классика Дмитрий Быков в монографии, посвященной Горькому, называет его писателем, которого хочется читать и перечитывать на новом переломе русского исторического пути. В начале 21 века, отмечает Быков, когда общепринято как можно больше потреблять и как можно меньше при этом думать, вновь стали привлекательны и спасительны романтические идеалы Горького, мечтавшего о новом типе человека, сочетающего силу и культуру, гуманность и решимость, волю и сострадание. Называя Горького пролетарским писателем, некоторые читатели, вероятно, предполагают, что известным Алексей Максим читал только после революции. На самом же деле, уже в самом начале 20 века, в 1901 году, Горький получил мировую известность, наряду с Чеховым и Толстым, и одновременно солидные гонорары, которые позволяли ему жить на широкую ногу. А в СССР Горький стал самым издаваемым советским писателем. За 70 лет общий тираж изданных произведений составил колоссальную цифру в почти четверть миллиарда экземпляров. Горький проявлял постоянный интерес к урайским новостройкам первой пятилетки, в том числе и к магнитострою, с которым его имя оказалось крепко связанным. Уже в начале 30-х годов магнитогорская творческая организация «Буксир» была переименована в литературную бригаду имени Горького. Поэт Василий Макаров, руководивший литбригадой, был поклонником великого писателя и знатоком его произведений. Как создатель и редактор серии «История фабрик и заводов» Горький летом 1932 года написал письмо начальнику магнитостроя Якову Гугеля, в котором были такие строчки. «История вашего строительства – дело не местного значения, а огромной политической и воспитательной важности до всего Советского Союза». В 1933 году редактируемый Горьким журнал «Литературная учеба» поместил рецензию на книгу молодых магнитогорских писателей «Рождение чугуна», подвергнув их резкой критике за отвлеченность и схематизм. Но при этом Горький выделил как наиболее удачные стихи Бориса Ручьева и Михаила Люгарина. Великий писатель, не считаясь с личной перегруженностью, читал и частично правил рукопись романа «Я люблю» магнитостроевца Александра Авдеенко. Машинист паровоза Авдеенко благодаря Горькому получил путевку в творческую жизнь и стал впоследствии известным советским писателем. 18 июня 1936 года Алексей Максимович Горький скончался и был захоронен у Кремлевской стены. Заметим, что из всех советских писателей лишь Алексей Максимович был достоин этой чести – быть похороненным у Кремлевской стены. Заметим, из зарубежных литераторов в 1920 году был похоронен у Кремлевской стены американский журналист-писатель Джон Рид, автор книги «Десять дней, которые потрясли мир». Спустя полтора месяца после кончины Горького, 5 августа 1936 года, магнитогорцы присвоили имя писателя поселку второго участка. Кстати, этот поселок до сих пор существует и носит имя писателя. А вот улица имени Горького, появившаяся в январе 1938 года в поселке имени Дзержинского, до сегодняшнего дня не сохранила свое название. Зато в 1950 году на правом берегу сразу три объекта получили имя Алексея Максимовича. Это улица Горького, магнитогорский Бродвей в 60-е годы, площадь имени Горького и кинотеатр его имени на этой же площади. Кстати, первый кинотеатр правобережья. Улица и площадь Горького и сейчас сохраняют свое название, а вот кинотеатр не устоял, превратившись ныне в торговый центр. Правда, внутренний интерьер отчасти сохранен и дает некоторое представление о роскошном когда-то кинотеатре, украшенном полукруглыми нишами с горельефами классиков литературы и искусства, лепниной и цветными росписями по стенам и потолкам. Жаль, не сохранилась фотография этой красоты. В советские времена все юбилеи Горького отмечались торжественно и широко, как в стране, так и в магнитогорске. Во всех газетах, в том числе и в магнитогорском металле, обязательно печатались статьи, посвященные юбилею писателя. Так, например, к 90-летнему юбилею в магнитогорском металле были напечатаны еще и стихи Владелена Машковцева о писателе. А к столетию, со дня рождения Алексея Максимовича, Владелин Иванович Машковцев напишал большую статью «Максим Горький в магнитогорске». Правда, название статьи нельзя воспринимать буквально, так как Горький не бывал в нашем городе, но его незримое присутствие было очевидным. В 1967 году в магнитогорском драматическом театре режиссером Николаем Шуровым была осуществлена постановка пьесы Горького «На дне». Спектакль очень благожелательно был отмечен критикой и горьковедами и стал одним из лучших в репертуаре прошлых лет нашего театра. А актриса театра Анна Мартынова-Морозова за исполнение роли Василисы в спектакле «На дне» была удостоена диплома на смотре и конкурсе горьковских спектаклей. В том же 1967 году поэт Борис Александрович Ручьев был удостоен государственной премии РСФСР имени Горького за поэму Любава и книги стихов «Красное солнышко» и «Проводы Валентины». Вот и получается, хоть и не был Горький в нашем городе, но есть много ниточек, связывающих великого писателя с Магнитогорском. И еще о нескольких юбилеях, приходящихся на последние дни марта. Прежде всего, о юбилярах, участниках Великой Отечественной войны. 26 марта – 95-летие заслуженного артиста РСФСР, актера Магнитогорского драматического театра Виктора Ивановича Морозова. Всего 46 лет довелось пожить ему на этом свете. Но эти годы вместили в себя войну, на которой он был пять раз тяжело ранен, терял зрение и слух после контузии. Работу в нескольких театрах страны, в том числе последние 9 лет жизни в нашем городе. Это были годы творческого подъема, вершиной которого стала роль Гамлета в спектакле режиссера Анатолия Резинина. Морозовский «Гамлет» получил признание не только зрителей, но и театральных критиков на родине Шекспира. 7 мая 1969 года Виктору Ивановичу Морозову было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. А 21 июня, то есть через полтора месяца, он скончался во время гастролей в Костроме. Но похоронили артиста у нас на Левобережном кладбище. 27 марта – 100-летие фотокорреспондента магнитогорского рабочего в течение 40 лет Бориса Николаевича Ерофеева. Фотокорреспондентом главной газеты города парнишка из Верхнеуральска стал в 16 лет. Потом был фронт. В составе Уральского добровольческого танкового корпуса Борис Ерофеев прошел путь от Курской дуги до Германии. Вернувшись в 47-м году в Магнитогорск, вновь пришел магнитогорский рабочий, с которым уже больше не расставался до конца жизни. 31 марта – юбилей у Елены Николаевны Симоновой, начальника управления здравоохранения города. После окончания Челябинского медицинского института и интернатуры Елена Николаевна более четверти века работала в первой горбольнице, врачом-нефрологом, врачом-узи-начмедом. С 2009 года и по настоящее время Елена Симонова возглавляет здравоохранение Магнитогорска. Мы поздравляем Елену Николаевну с юбилеем. Всех вам благ, главную из которых, конечно же, было и есть здоровье. Остальное приложится. На этом все. Спасибо всем, кто был с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok